Так, ребят, мы приехали на рыбалку с елагой и расставили очень много жерлиц. Но это будет наше следующее видео, если вы подпишитесь на канал и будете за нами следить, вы увидите просто обалденную рыбалку на жерлице, где было огромное количество выстрелов. Но это видео будет совсем не о том, не о жерлицах, а о том, как нужно правильно вести себя на льду. Друзья, я сейчас покажу вам кое-какие кадры, старайтесь всегда так никогда не делать. И по возможности, если вы даже такое увидите, старайтесь помочь природе. Это займет всего буквально 5 минут вашего времени, если не чуть больше. Старайтесь не повторять этих ошибок и не проходить мимо. Конечно, будем честны из опыта, из практики, скажу, что большая часть людей, которые посмотрят это видео, они все скажут, да, конечно, надо помогать и надо так не делать, но я уверен, что большинство пройдет мимо и никто ничего не уберет и ситуацию эту не исправит. Поэтому, друзья, подписывайтесь, смотрите и давайте оставаться людьми. Как говорил мне мой дед, человек должен быть в первую очередь человеком. Если все мы не будем так следить, тогда кто? Смотрим. Ребят, пелага, смотри, смотрите, какая картина, друзья. Пришли на озеро, ну, как всегда, стандартное секретное озеро. Вот так вот делать нельзя. Смотрите, пачка сигарет, бутылки, пакеты, тут сигареты, тут пакет, тут бутылка, тут пачка сигарет. Ну, просто отдыхали или ловили рыбу какие-то свиньи. Давай, элага, все это сейчас уберем. Элага, давай сделаем так, чтобы люди поняли хороший пример подкормки, бумага вся эта. Ну, разве так можно? Просто ужас, не люди, а свиньи. Вместо того, чтобы говорить, что вы так много рыбы ловите, оставьте внукам. Лучше сами подумайте о внуках, где наши дети будут ловить. Это просто жесть. Смотри, здесь так квасили, что даже бутылку лимонада, или что это, оставили? Вообще ужас какой-то. Смотрите, сколько уже села, какие говна собрали. Это же ужас. Видите, все остается в озере. Жесть, сколько бычков. Ну, а здесь вообще, я не знаю, что делать. Здесь вообще, друзья, все в бычках. Вы только посмотрите. Это ведь все потом останется в озере. Просто какие-то нелюди сидели. Ну, неужели нельзя все в одно место и потом с собой в пакет. И лагедовый пакет. Друзья, смотрите. Здесь та же картина. Вот такое вот оставляет у нас на льду. Но самое поразительное, ребят, это никакая не постанова. Сейчас я вам покажу то, что вы обалдеете. Я уже начал верить в людей. Вот с нами тоже пришел какой-то мужчина ловить. Он не из нашей компании, потому что, если вы видите наши видео, смотрите и подписаны на мой канал, я приехал с Елагой, Гуннером, Леней Буницким. Мы приехали вчетвером. Но сюда пришел какой-то еще человек. Местный, я не знаю, откуда он. Я просто удивился. Он пошел, нашел какие-то бутылки, какую-то бумагу, какие-то тряпки выкинул, или какой-то мусор нашел на озере. Пошел ко мне в пакет и положил его. Вы представляете, человек, незнакомый мне на озере, увидел, что мы собираем мусор. Он подошел, сам собрал, что-то нашел и положил тот общий пакет, где мы держим мусор. Я обязательно к нему сейчас подойду и сниму его. Молодец, мужик. Мужчина я тоже там нашел. Вон, сука, мусор, бутылки пивные. А я видел, я видел, что вы там нашли что-то и тоже положили нам в пакет. Можно узнать, почему вы так сделали? Вы большой молодец. Так надо делать обязательно, ребят. Берите пример. Вот такой вот скромный человек, рыбак. Тоже взял мусор и положил в пакет. Вы большой молодец. Берите пример людей. Присо таких людей, ребят. Ребят, все. Вот столько вот говна набрали. Просто сейчас так. Все заряжем, выкинем. Я иду к гуннеру с Леней. У них выстрел. Леня орет, что у него мотает. Он стопом всю катушку вымотал. Друзья, подписывайтесь, комментируйте. Я надеюсь, что после просмотра этого видео люди начнут становиться людьми и перестанут так себя вести на озере. Всем до новых встреч, ребят. Пока. Ребят, мы выходим на берег. У нас закончился рыболовный день сегодня. Весь мусор, который мы забрали, собрали со льда. Неполный пакет собрали. Ребята взяли с собой в санки положили, чтобы где-нибудь потом остановиться и мусор все это выкинуть с собой. Ну, чтобы забрать с озера. И мне пришла в голову хорошая идея. Давайте проверим. Сейчас подойдем к машине. И я проверю своих же ребят. А то все подумают, что на словах мусор собрали, а куда его девать потом. И сейчас я к ним подойду и попрошу показать, где этот мусор. Точно ли они его с собой взяли. А, ну там. Конечно, многие скажут, что они по-пацански проверять. А где мусор с озера? Вот он. Вот он. Да, это просто жесть, ребят, что для у нас.